Всем привет! Сегодня я начинаю новую серию уроков для начинающих, где урок за уроком будем идти от простого к сложному. Я буду рассказывать и показывать, как пользоваться операционной системой Linux, как устанавливать те или иные программы и как делать настройки. Очень много пользователей дали мне много советов за последние пару лет, когда я начинал делать видео по Linux. И вот на основе этого опыта я могу сказать, что самое смешное, но одной из самых востребованных программ оказался файлик программы Cherry3. Я его назвал команды и видео, где у меня собраны за все эти годы самые ходовые программы, которые я использовал для терминала, ссылки на различные источники и так далее. Так вот, чтобы начать полноценно, как говорится, общаться со мной и с другими пользователями, вам следует сделать вот такую вещь. Значит, пойти вот по этой ссылочке. Здесь, значит, вот надо пролистать в самый низ и найти, значит, вот для Windows имеется два инсталлятора, если вы находитесь на системе Windows. Это, значит, обычный, а этот портативный. Качаете обычный, устанавливаете его, затем переходите ко мне на сайт. Сайт называется linux-info. И, значит, вот отсюда скачиваете самую последнюю версию файлика. Вот она. У меня этот файлик постоянно обновляется. Поэтому всегда смотрите по дате. Вот, допустим, у меня, вот сегодня 16-е, а файлик я уже, видите, обновлял. То есть, вот 16-го, буквально минуту назад я его обновлял. Размеры маленькие, 15-3 мегабайта. Значит, файлик, вот смотрите, без волнистых черточек. Волнистые черточки это бэкапы. Вот правой кнопкой мышки нажимаете, загрузить, стандартная загрузка. И вот у вас, значит, файлик начал загружаться. Когда, значит, вот тут добежит до 100%, он у вас спросит, где его сохранить. Ну, обычно в разделе загрузок сохраняется. Вот, файлик очень нужный, очень полезный. Вот спрашивают, где. Вот могу сохранить там на рабочем столе. Могу в загрузке его поместить, без разницы. Вот. Дальше, что нужно будет сделать? Значит, ну, на винде, значит, у меня все это дело, значит, сделано таким образом. Вот, открываю файловый менеджер. Вот папочка у меня есть документы. И в документах я сделал папочку Cherry3. И вот в папочку Cherry3 я поместил вот этот файлик. Вот, поэтому всегда смотрите даты. Если там месяц 2 прошло, вы смотрите, там что-то поменялось. Если по датам, ну, можете свежий файлик себе скачать и все. Значит, это позволяет мне, как говорится, без особых затрат держать файлик обновленным. Если что-то там новое в него заходит, пользователи всегда его могут скачать с моего сайта. А на моем сайте, как понимаете, сами, значит, вот имеется прямая ссылочка. Вот она. Можно или по ссылке команды видео CTB нажать, или кликнуть по значку вишенки. Результат один. Все равно попадете вот сюда. Значит, я много тут сильно не хочу рассказывать об этой программе. Просто вот пока мы будем, значит, заниматься Линуксом, я вам скажу, что вот здесь будут появляться самые различные там главы. Ну, как говорится, от простого к сложному. Поэтому, значит, вот Cherry3, значит, это одна из программ, которая достойна того, чтобы при помощи этой программы общаться. И еще, значит, хочу подчеркнуть вот такую вещь. Вот посмотрите, на моем сайте, значит, тут имеется раздел программы. Вот смотрите, программа Cherry3. Вот здесь вот я теперь беру вот так вот ссылочку, копирую, иду сюда, и вот, значит, вот здесь вот, я просто беру ее и вставляю. Это, значит, нажимаю на сохранить, и вот сейчас у меня начнется вот здесь, видите, вот черный кружочек появился, обновление. То есть, моментально идет синхронизация моего файла Cherry3 с моей кладовочкой. Вот и все. Это набор команд, если вы находитесь в Linux, можно набрать их в терминале и через терминал установить эту программу. А как установить программу, значит, я вам рассказал, что надо поискать, значит, в поисковой строке, значит, найти, завести Cherry3, зайти на сайт GoSpan. Вот, и скачать этот Windows-овский файлик, установить программу, скачать программку, значит, вернее, файлик команды и видео, и вы, как говорится, будете во всеоружии. Вот такой вот вводный урок, значит, посвященный программе Cherry3, я, значит, вам, как говорится, выдал. Поверьте, что ценность программы, значит, оценена очень многими пользователями. Да, кстати, кто смотрит, отпишитесь, ради бога, там, под роликом, действительно, насколько вам, значит, эта программа помогла. Пусть начинающие тоже услышат, как говорится, компетентное мнение от людей, которые уже по нескольку лет ей пользуются, которые просто поняли простоту, красоту и необходимость этой программы для пользователей Линукса. Да и не только для Линукса, для пользователей компьютеров. Вот, ну ладно, значит, всего вам доброго. Вот это вот такой вот был мой, скажем, первый урок для начинающих, которые хотят ознакомиться с Линуксом. Значит, ну, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.